Всем привет и добро пожаловать на канал Play It Home. Сегодня я хочу познакомить вас с игрой, которая называется Stranded Alien Dawn. Это симулятор выживания небольшой группы людей на неизвестной планете. Нам надо будет принимать жизненно важные решения, чтобы защитить их от голода, болезней, экстремальных погодных условий, нападений животных и многое другое. Желаю всем и каждому приятного просмотра. И первое, что надо будет сделать, это, конечно, надо выбрать выживших. У нас для этого есть 4 свободных слота и большое количество желающих. Ну, точнее, как желающих. Навряд ли они горят желанием отправиться на неизвестную планету и пытаться там выжить среди монстров, но, как говорится, таков путь. По поводу людей. У каждого человека есть свои особенности и навыки. Они отображаются в правом столбике. Я за кадром уже немножко поиграл в игру, прошел обучение, поэтому я представляю те самые навыки, которые я хочу видеть на старте для комфортной игры. Ну, а дальше, конечно, уже все эти навыки будут прокачиваться и подниматься. Мы сейчас с вами сделаем упор двух людей на навык комбата. Дальше одного найдем, у кого будет хороший уровень кулинарии, то есть кукинг. Тот самый навык, который позволит как можно быстрее, больше и вкуснее, более питательнее, готовить рационные пищи. Ну и хилинг, это лечение. И давайте теперь смотреть, кто у нас подходит под первый навык. Кстати, смотрите, у нас есть Конор, у него есть навык комбата и у него в скобочке написано «интересно». То есть ему этот навык интересен и, соответственно, этот навык у него будет качаться в два раза быстрее. Есть люди, у которых, например, как у Даниэла написано сбоку, видите, он вообще не умеет воевать, ему это абсолютно неинтересно, поэтому, Даниэл, извини, конечно, ну, наверное, даже не извини, тебе, как говорится, повезло. Я не хочу абсолютно брать никаких персонажей с нами в выживании, у которых будут как раз-таки нулевые навыки. Я понимаю, что у него есть доп-бонусы или какие-то более прокаченные другие параметры, но все-таки надо, чтобы люди могли хоть как-то немножко друг другу заменять, поэтому с красными такими табличками я брать никого не стану. Первый, кто мне понравился, это, естественно, Конор, у него уровень комбата высокий. И дальше мы смотрим, кто у нас еще есть Эдмунд, у него комбат третий. Дальше есть Джек, смотрите, у него комбат седьмой уровень и в передаче еще есть крафтинг, то есть он интересуется ремеслом. Дальше, пока выставляем его тоже, да? Дальше мы смотрим, у нас есть Грейсон, у него, нет, это вообще нулевой уровень. Дальше Джулия двоечка. Ну и у нас здесь, о, у нас есть Кен, смотрите, у него навык седьмой. Слушайте, а если вас сравнить, у тебя получается седьмой навык комбата, а все остальное по сравнению с Джеком... Ну, здесь, да, Джек у нас получается более опытный и психологически более устойчивый. У него как раз и пятый уровень в отношении, как у Кена сделано. Ладно, смотрим, кто у нас тут еще есть. Дальше здесь у нас по нулям идет. О, у нас есть нова, смотрите, у нее, она у нас симпапуля, это во-первых. Во-вторых, она у нас боец шестого уровня, зато у нее с интеллектом беда. Точнее, полное его отсутствие. Ладно, тогда мы тебя пропустим, извини, не в этот раз. Дальше у нас еще есть... А, ну у тебя нулевой навык абсолютно нам не подходит. И походу... И походу здесь у нас такие уже ребята в возрасте идут без особых навыков. Хорошо, тогда давайте возьмем 100% себе первого, это Конор. Дальше мы возьмем себе Джека. И теперь мы будем смотреть тот, у кого подходит навык по кулинарии. Кулинария, кулинария. Эмилин. Эмилин Лид. Вот как раз-таки ты мне подходишь. Выбираю тебя. И четвертый человек у нас будет идти уже с уровнем хилинг. Сейчас кого-нибудь найду. Ага. Котина Юл, если я правильно прочел. Получается, что у нее максимальный из всех уровень хилинга. В придаче у нее есть интерес к фермерству. Ну и, по-моему, очень даже неплохой вариант. По поводу людей. Раз мы их выбрали, и как вы видите, у нас игра на английском языке. Естественно, надо все это перевести, чтобы погрузиться, понять и вообще узнать этих людей. Давайте начнем с Конора. Конор Драйс. Киборг-телохранитель, возраст 51 год. Конор получил свою работу телохранителя случайно. Он потерял глаз в драке и должен был справиться с ухудшением зрения, ну или принять протез вместо него. Он его установил и стал идеальным сочетанием человека и машины. Правда, у него начались мигрени, после того, как создатели импланта обанкротились. Он понимает, что имплант – это бомба замедленного действия, и у него есть год, может быть, даже два. По поводу его особенностей. У него первое – это снайперский глаз. Стреляет в два раза быстрее из оружия дальнего боя. А второе – у него есть запугивание. Иногда пугает других, заставляя их чувствовать себя неловко. Вот такие особенности у нашего Конора. Эмилин Лид. Шеф-повар экзотической кухни, возраст 35 лет. Карьера Эмилин в кулинарном мире началась с серии вирусных видеороликов о том, как она выслеживает и готовит редкую дичь. Как только она завоевала популярность, она оставила опасность и охоты своим сотрудникам и начала специализироваться на приготовлении изысканных блюд. Ее черты. Первое – изысканный повод. Продает изысканный вкус даже самым простым блюдам. И второе – это жизнерадость. Постоянно увеличивается счастье. Вот такая у нас потрясающая Эмилин. Джек Дэвис. Уволенный генерал. Мужчина, возраст 55 лет. Более сотен боевых вылетов на десятки миров, Джек, полковник Дэвис, остается скромным. Наверное, даже более того, очень скромным человеком. Он невероятно сильный лидер, чья вопиющая честность заставила его часто пренебрегать субординацией. Его черта – боевой инструктор. Иногда улучшают боевые навыки других. Катина Юл. Врач. Возраст 34 года. Катина была в подростковом возрасте фотомоделью с хорошими перспективами. Но ее жизнь кардинально изменилась после борьбы со стрессом и хронической болью в спине. Она бросила работу модели и изучила медицину, решив применить целостный подход к своим пациентам и следить за тем, чтобы в жизни их все принималось во внимание. Положительная черта – пожиратель света. Проголодается в два раза медленнее. И второе – безупречный целитель. Нельзя отказываться от лечения. Также у нее еще есть две сестры. Ну что ж, вот такая у нас компания выживших. А теперь мы отправляемся на новую планету. Да уж, это была жесткая посадка, но главное – все живы. Катина начала резко плакать. Красотуля моя, соберись. Сейчас вообще слезам не место. Надо собраться и действовать как одно единое целое. Так у нас получится выжить. Ну и по традиции, все-таки, так это первый взгляд, перед тем, как мы начнем выживать, с самого прохождения, давайте быстренько пробежимся по менюшке. Расскажу, как у нас все устроено, хотя на самом деле все максимально ясно и понятно, но тем не менее. Начнем с левого верхнего угла. Здесь идет информация о времени года, так же, какой сейчас год и сколько дней мы выживаем. Также при даче есть синяя лампочка, говорит о том, на сколько процент у нас уже идет по изучениям, когда мы будем какие-то ставить новые технологии. Так же, конечно же, есть температура на улице. Дальше, в центре у нас информация по всем ресурсам, чуть ниже карточки наших героев. В правом верхнем углу у нас есть возможность скрывать, либо, наоборот, показывать крыши у зданий, убрать фотокарточки, убрать отображение ресурсов и так далее. Ну а внизу классический турбар с теми объектами и постройками, которыми мы можем возводить. Чем больше мы будем что-то изобретать и получать, соответственно, тем будет больше у нас отображаться внизу. Дальше, у нас есть общая вкладка, где у нас добавляются экспедиции, то есть мы можем исследовать соседние земли. Затем у нас есть технологии, то, что мы с вами можем изучать. Здесь есть возможность поставить в очередь, получается, пять каких-то технологий, но общее количество времени будет отображаться вот таким вот синим маркером, да, то есть, предположим, чтобы изучить печь, нам потребуется 12 часов. Дальше. Кто чем будет заниматься, кому разрешено, предположим, собирать или заниматься охотой. Затем у нас идет это график работы, кто когда отдыхает, кто когда спит. Ну и, соответственно, у нас еще есть кнопочка хелпа, соответственно, если вдруг мы что-то не знаем. Хотя есть, конечно, какие-то еще аспекты и моменты, которые я не успел познать в этой игре, поэтому мы будем это уже вместе с вами делать. Что касается игры, да, повторюсь, опять же-таки, играл за кадром, мне играть зика понравилось, я ее очень давно ждал, поэтому, надеюсь, вы поддержите лайками, комментариями, чтобы мы сделали такое хорошее полноценное прохождение, учитывая тот факт, что мы такие игры с вами любим. Ну и давайте теперь начинать строить. Что мы будем делать в первую очередь? Конечно же, надо будет получить какие-то базовые материалы, ставим нашу разборку, как раз какие-то капсулы спасения, и параллельно давайте будем смотреть, что у нас здесь есть поблизости. Поблизости у нас огромное количество дерева, у нас есть камень, есть разные ресурсы, ну и самое важное, кроме этих ресурсов, которые мы будем добывать, здесь куча какой-то непонятных, ну, хотел сказать, жижи, нет, это даже не жижи, это какой-то жучок, я не даже знаю, как гусеница, полугусеница, какие-то гигантские быки, но здесь идет такой, знаете, гремучая смесь какой-то и доисторической эры, и какого-то футуризма, каких-то непонятных вот таких товарищей, у них что-то свисает с головы. В общем, они пока к нам еще никак не относятся, но рано или поздно они захотят посмотреть, что же там у нас происходит, как же мы там живем и развиваемся, кто вообще мы такие. Поэтому это как раз-таки разговор о том, когда у нас будут происходить разные нападения. Ну и давайте заниматься строительством, значит, что нам потребуется в первую очередь? Конечно же, давайте сделаем укрытие, для этого нам потребуется 30 железа, скраб металла, у нас как раз-таки их 115 единиц есть и добывается потихонечку отсюда. Слушай, кстати, а что-то здесь Джек наковырял, тут есть что-то такое сверхинтересное, полезное, я вижу, еда разбросана, так, еда, еда это, конечно, замечательно, есть аптечка, о, вижу, у нас тут есть пистолет, у нас хорошо обращается оружие, давайте из Джека, да, сделаем, с пистолетом, Джека, иди, подбирай. По поводу среди наших людей, да, значит, на каждого мы можем нажать, и здесь будет отображаться его уровень здоровья, уровень счастья, насколько он сыт, когда он хочет поспать, и общий уровень его релакса. Также информация о том, что у него какие-то органы, предположим, могут быть повреждены, насколько он себя хорошо или плохо чувствует. Дальше, опять же, отображается информация по счастью, то, что на нем надето, то, что он использует. Дальше уровень крафта и навыков, которые мы с вами выбирали в самом начале, общее его описание, ну и дать ему запрет на добычу или, например, использование каких-то определенных вещей. То есть все это отображается у нас именно здесь. Ну и потихонечку давайте теперь займемся действительно нашим строительством, пока Конор добывает и разбирает капсулу. По поводу того, что мы будем ставить. Возвращаемся к нашему укрытию. У нас пока базовое из железа. Мы его поставим. А где мы вообще будем строиться? Слушайте, ну самое главное, конечно же, да. Нам надо строиться с вами, как всегда, это по красоте. Это, как говорится, нам не отнять, поэтому будем строиться как-то грамотно и интересно. Ну, наверное, будем строиться вот здесь где-нибудь, да? Поставим первую точку вот сюда. Раз. Дальше. Продлим тебя два. Хочу тебя объединить. И сделаем, допустим, вот так вот три. Дальше. Поставим небольшой, точнее, сделаем небольшой шаг в эту сторону. Допустим, наверное, в две клетки будет достаточно, да? Или даже давайте сделаем в три клетки. О, вот так вот будет комфортнее. Первая у нас идет. Палатка вторая. И вот сюда ставим треть. Во. Они как раз-таки объединяются. Делаются укрытия. В одной мы с вами будем спать. У нас должна быть крыша над головой, да? А в второй мы будем с вами что-нибудь готовить и изобретать. Хотя, наверное, даже сделаем еще круче. Поставим наперед несколько доп. палаток. Специально для того, чтобы можно было там поставить какие-то наши верстаки. И какие-то другие полезные предметы. Первую мы поставим прямо вот здесь. Да, давайте сделаем тут, тут. И то же самое поставим с этой стороны. Раз. И вот так вот два. Вот такие у нас будут дополнительные навесы. А очень даже вроде как и неплохо смотрятся. Затем нам потребуются с вами спальники. К сожалению, у нас никаких материалов нет. Поэтому будем ставить абсолютно обычный спальник из стены, травы и прочей ерунды. Поставим первую сюда. Вторую, третью и четвертую. Будут спать здесь. Как раз как-то у нас тут еще есть стенка. Что касается самого ресурса, все это готовится. Нам потребуется разобрать вот эти вот кустарники. Мы можем на ней даже сделать. Поставить кат, добычу. И вот вас сразу всех выделить и добывать. Кто-то сейчас будет заниматься строительством. Кто-то будет заниматься тасканием. Но кто-то просто это кашляет. Но это вопрос времени. Потому что у нас она хороший врач. При даче нам лучше заниматься фермерством. Это для нас очень важно и нужно. Кстати, слушайте, фермерство. Нам потребуется еще с вами найти, что кроме той, всяких продуктов, которые мы будем выращивать. И есть. Нам потребуется то, что еще мы сможем что-то готовить. Здесь у нас есть хлопок. Вот давайте-ка мы поставим с вами на изучение. Все, что мы с вами здесь можем находить и будем находить, это сначала будет надо изучить. То есть с этим ознакомиться. Только уже после этого мы сможем как-то это применять. Не, конечно, мы можем понадеяться на авось. Типа, предположим, какого-нибудь убить животного, да, и сожрать его. Но где гарантия, что мы от этого мяса или каких-то его конечностей не отравимся? Поэтому, чтобы наверняка знать, что себя представляет, опять же, возвращаемся к нашему животному, да, что оно себя представляет. Поэтому нам потребуется сперва с ним познакомиться. Ну, не так, что типа, привет, меня там зовут Сережа. Нет, конечно, не так. Это будет сделано в образе того, что они будут подходить, осматривать, следить на расстоянии. А только после этого уже получаем информацию о том, кто это у нас такой. Ну, вот сейчас у нас, видите, котина отправляется и будет сейчас также ходить, смотреть, изучать, что же это такое, как мы можем это использовать. Общий навык и процесс изучения будет отображаться вот в этой шкале. Как она до конца дойдет, соответственно, сразу мы поймем, что все, мы это знаем, мы это можем использовать. Ну, либо мы можем нажать на то же самое растение, либо предметы, и здесь будет идти уже в процентах все. Что там у нас с нашими домами? Конечно, тут пока громко сказано, хотя... Нет, это не громко сказано, это нормально сказано, потому что крыша над головой, это, считай, уже есть дом. Это то самое новое место, где нам придется с вами выживать. Значит, нам потребуется с вами еще древесина. С этим, походу, у нас здесь проблем вообще никаких нет. Давайте выделим немножечко дерева, аж целых 17 штук, и пускай они будут идти туда их добывать. Слушай, а поближе тут не было? А, тут поближе у нас было, ну, тоже непонятно, дерево, какой-то дуб, что ли. А здесь еще у нас есть тыквы, это важно. Это хорошо, прямо рядышком находится. Легко и быстро мы с вами получим какую-то пищу. Ну, а дальше он здесь потихонечку также начинает добывать железо для строительства, которое нам потребуется для этих дочерей домов. И в передачу давайте знаете, что мы с вами сделаем? Сделаем сразу место, где мы можем с вами хранить ресурсы. Оно у нас будет находиться прямо за вот этими объектами, где у нас будет идти какое-то производство. Здесь есть несколько вариантов поставить склад, например, который будет находиться на земле. Но есть вероятность того, что будут портиться ресурсы. Есть возможность поставить такие вот стеллажи и ящички. Но здесь уже требуется железо, шкафы для инструментов оружия. Но я, наверное, выберу вот этот вариант. А, стоп, в этот вариант. У нас еще дерево не добыто, поэтому у нас оно не отображается. Столько и железо. Кто-то у нас сейчас бездельничает. Ты бездельничаешь? Ты можешь эти дерева добывать? Можешь. Давай-ка ты пойдешь вот сюда и будешь рубить. Конор там параллельно у нас добывает железо. Джек пытается перекусить. Катина занимается изучениями. Джек, ну-ка давай-ка помоги. Подруги наши отправляйся вот сюда. На рубку древесины. Он там сейчас немножко хвороста собрал. Ну, ничего. Нам потребуется со мной еще дерево в большом количестве. Поэтому Конор тоже решил перекусить. Никаких проблем нет. И я понимаю, все кушает. Да, значит, по поводу еды. У нас с вами обычные пайки, обычный рацион. Но это все то, что у нас было в капсуле, то есть на корабле. Да, то, что они с собой взяли. Все остальное, конечно, надо будет уже самим готовить. Давайте, если какой-то процесс ускорим. Хотя, на самом деле, здесь настолько классная анимация. Вообще абсолютно всех этих персонажей, зданий, объектов. То, что на X3 играть, ну, это какое-то кощунство. Надо вот максимум X2 поставить, чтобы просто слегка ускорить процесс. Но как раз-таки не наблюдать того момента, когда все будет просто бегать, летать и непонятно, что происходить. Поэтому X2 для нас это вот максималочка. Дерево добывается потихонечку. Как раз-таки появилось уже 20 единиц. Шикарно. Это значит, мы с вами можем использовать для строительства нашего склада. У нас первый будет находиться вот здесь, с этой стороны. А второй мы с вами поставим с противоположной стороны вот здесь. А, даже так. Стоп, а он просто пытается типа объединиться, что ли? Странно. Или он не может просто устанавливаться на этой территории? Интересно, сейчас проверим. А, он отсюда не хочет ставить. А, нет, хотя, смотрите. Хочет, может. И устанавливается. Ну, и отлично. Здесь мы с вами сделаем хранение всего и вся. Абсолютно всего и вся. Кроме, наверное... Да нет, не кроме чего. Пока будет храниться абсолютно все. А вот чуть ниже мы с вами добавим дополнительный склад. Прямо напротив вот здесь будет находиться, да? С одной стороны. И такой же мы сделаем где-нибудь еще вот здесь. С другой стороны. Но с определенными условиями. Здесь у нас будет храниться все, кроме... Точнее, наоборот. У нас здесь не будет ничего храниться, кроме ресурсов. Например, древесины, травы и так далее. То есть ресурсы, которые требуются для строительства. Это мы с вами все пропускаем и будем хранить уже на стеллажах. Это готово? Да. Кто-то у нас крапит, рыгает. Какие-то очень странные тут звуки происходят. Такое ощущение, что кто-то прямо рядышком с нами. Это плохо. Мне такое здесь... Мне такое товарное соседство пока еще не хотелось бы рядышком видеть. Что там с древесиной? Добывается? Потихонечку, да. Ой, слушай, тут какие-то у нас то ли гуси, то ли цапли, то ли фиг знает кто это такие. То ли страусы, либо полустраусы и гуси. В общем, когда мы их исследуем, можно потом будет про них почитать. Обязательно. Мы это сделаем. К сожалению, игра на английском языке. Но ничего страшного. Для вас я, естественно, это все переведу. Чтобы было интересно и понятно. Смотри, такой Джек ходит, такой вообще не волнуется. Типа, я в броне, да, я в танке, ему все равно. Нет, Джек, тебе, дружище, не все равно. Это вопрос времени. Потом, ай-яй-яй, тебе могут сделать. У нас здесь еще есть обломки корабля. Тоже можно будет все дело тут пособирать. Обязательно надо будет здесь сделать. А здесь что, все закончилось? Нет, здесь еще все, еще все пути. Слушай, Джек. А, он спать уже отправился. Ты посмотри. Давайте, знаете, как мы это сделаем? Добавим немножко им освещения, чтобы было как-то комфортно, да? Добавим, допустим... А, нет, стоп, а дворик. Мы тебя удалим. Так, нам Конор собирается что-то сказать. Нано-бот-ускоритель он нашел. Эй, послушай, у меня тут случайно завалялась такая удобная штука, которая называется ускоритель нано-ботов. При введении эти анониты слегка увеличивают передвижение хозяина, манипуляции, ну и здоровье. Есть возможность следующее нам сделать. Первый вариант. Это использовать только он, и тогда эффект будет длиться 10 дней. Либо мы можем сказать, слушай, Конор, ну это не дело. Давай поделимся со всеми. Правда, эффект будет длиться уже 5 дней. Ну, давайте, конечно, выберем на всех. Так будет правильно. Да, все как раз получили сразу дополнительный бонус. Ну и мы начинаем дальше, естественно, строиться. Мы возвращаемся еще к освещению. Я хочу добавить и сделать где-нибудь вот здесь. Также будет отображаться от этого факела, видите, какие стрелочки над кроватью. Это говорит о том, что свет и тепло будет падать на вот эту территорию. Это надо, кстати, контролировать, потому что какое-никакое тепло нам все-таки здесь нужно и пригодится. Дальше. Значит, что мы с вами делаем? Потихонечку будут ресурсы добываться, а мы будем ставить им задачи, где и как будет все располагаться и устанавливаться. Нам потребуется с вами сейчас производство. То мы сделаем себе вот такой вот, я не знаю, плита какая-то, да, такого плана. Будет находиться рядышком вот в этом местечке. Около нее мы поставим для того, чтобы можно было колоть дрова. Дрова будет уходить, превращаться в щепку, в всяких ворост. И, естественно, этим будет топиться уже наша печь. А на них будем готовить. Затем у нас есть уже возможность поставить воркбенч. Мы его установим. Кстати, так, как видите, здесь отображаются у нас несколько вариантов. Предположим, мы можем выбрать из дерева и установить, либо из металла. Все зависит от того, какие ресурсы мы будем с вами находить. Но пока у нас только дерево в большом таком количестве, поэтому мы будем ставить, конечно же, все деревянное. Установим себя, допустим, вот здесь, от стороны. Затем я поставлю еще дополнительно где-нибудь вот здесь складик. С одной стороны вот здесь. И с другой стороны мы тоже добавим, потому что здесь надо будет уже второй верстак находиться. И для того, чтобы им быстрее можно было получить какие-то ресурсы, либо наоборот складировать их, как раз эти самые стеллажи, мини-стеллажи будут находиться с этой стороны. Дальше, значит, что у нас тут еще есть? Есть возможность поставить сушилку. Но у нас тут будет еще чуть дальше идти уже большая сушилка для кожи и мяса. Но, наверное, как раз-таки ее и будем сразу устанавливать. А эти пока мелкие пропустим. По изучениям. У нас есть стол, на котором мы будем получать ресурс-поинты наши и проводить исследования. Мы его поставим вот сюда, наверное, да? Но потом, если что, передвинем. Обязательно добавим освещение. Сделаем его вот с этой стороны и где-нибудь еще, наверное, вот здесь. Придача тоже самое. Давайте поставим вот сюда и вот сюда. Пока что мы это все устанавливаем по макетам, по маркерам. Уже наши ребята будут подтаскивать и устанавливать. Кстати, они там что-то получили. А, она изобрела, точнее, не изобрела. Она узнала, что такое хлопок, да? И теперь мы можем заняться установкой полей. Ну, это хорошо. Кстати, поля давайте тогда будем возводить с вами где-нибудь с этой стороны. Нам главное, чтобы была зеленая территория. Именно на ней будет идти больше и лучше плодородность. Поставим вот сюда. По поводу формата полей давайте делать 10 на 10. Все поля у нас будут идти вот в таком вот большом объеме. Сейчас у нас она соберет нужные семена, да? И уже будет сюда закидывать. Здесь как раз-таки будет показан процесс роста. Что для этого требуется. Можно ли увеличить поле. Сразу же сделать сборку урожая. Разрешить посадки, ну и так далее. В общем, все это будет у нас устанавливаться и контролироваться именно здесь. Дальше. Пошла рубка. Отлично. У нас дров очень много. У нас железа сейчас очень мало. Вот это прямо проблема. Надо, чтобы как можно быстрее и лучше его добывали. Давайте-ка, наверное, мы еще сделаем. У нас где-то был джек. Вот. Мы его отправим вот сюда. Собирай детали. Не знаю, что такое двигатель. У нас здесь полонбалец, да? Часть ракеты. Да, это у нас, походу, двигло. Ну, или наоборот, не двигло. Может, какая-то... Хотя, я даже не знаю, что это. Ну, походу, в общем, не суть. В общем, это что-то от ракеты. О, ага. У нас здесь пошло уже полным ходом... Пошли, точнее, полным ходом посадочки. Сейчас здесь у нас будет готово. Нам потребуется еще железо. Конор занимается строительством столов. Но давай-ка мы тебе сюда сделаем. Возьми железо, возьми материал. У нас он хранится здесь. Сейчас, если что, в любой момент можно убрать отображение вот этих цифр, которые у нас находятся вот здесь. Но пока для удобства пускай и будут. Хотя, если что, они в любом случае дублируются у нас наверху. Сейчас он это все здесь делает, поставит. Не хватает? А, только 63%. Да. Не хватило чуть-чуть. Но он собирается что-то дальше достраивать. По поводу работ я пока не буду никакие делать градации, какие-то особые приоритеты давать. Сейчас все работают как один большой механизм, как одно целое. Но уже после какие-то основы будут готовы. Естественно, можно будет уже все дело распределить и как-то указать, чтобы кто-то конкретно занимался тем или иным действием. Катин, там нам ничего немножко не хватает. Давай-ка ты соберешь вот это все. Мы, наверное, знаете, как поставим? Выберем вот это. Дальше. Харвестинг. Вот это и вот это. Все собирай. Все пригодится. Отправляется. Отлично. Все, освещение есть. Первые верстаки у нас тоже пошли. Что мы здесь можем делать? Мы с вами здесь можем делать бандаж. Вариантов, кстати, очень много. Мы можем использовать кожу, либо какие-то нановолокно, либо обычную ткань. Будет уходить 4 единицы на изготовление. По факту будем получать 2 бандажа. Значит, у нас сейчас с вами по ахиллу есть всего лишь 10 этих самых, ну, комплект первой помощи. Сделаем обязательно несколько штучек таких. И давайте сделаем штучек... Наверное, десяток сразу установим. То есть, один раз они сделают 10 штук, и производство остановится. По изучению. Что нам потребуется? Самое важное, конечно же, надо будет сделать это возможность плавить железо и разные материалы. И сразу же после этого мы, наверное, будем с вами ставить изготовление дома. Да, это как раз-таки есть возможность будет установить каркас уже и получить какие-то вот детали по строительству. Ну и, конечно, продолжаем дальше ждать уже, когда все это тут приготовят и сделают. Джека-то куда у нас? У Джека падает немножко счастье. Он слегка устал, но... Нам надо железо добыть. Нам напрямую очень-очень оно нужно. А где Конор? А Конор просто забил болт. Он настучался и пошел отдыхать. Ну и ладно. Отдыхать тоже нужно, поэтому все прекрасно понимаем. Катина, складывайте все вещички, материалы, ресурсы. Игра дико залипаловая. Просто залипалово жуткое. Повторюсь миллионный раз. Очень надеюсь на вашу поддержку, потому что хочется просто пройти и высосадить эту игру просто полностью. Все функции, все возможности, все аспекты узнать, познакомиться и все это увидеть. А, пошел крафт. Бандажей. По сути, это обычные повязки. Когда потребуется перевязать рану, там, если будет кровотечение, все это нам как раз и потребуется и пригодится. Ты, надеюсь... Ага, ты красавчик. Так, Джек, ты красавчик. Ты идешь туда, куда надо. Идешь к нашей плите. Нет, в смысле к плите. А, все. Видите, она изменила цвет, значит, нужное количество ресурсов там находится. Осталось только это построить. Ну, и это уже будет, походу, следующим днем, потому что все легли и надо всем отдохнуть. А у нас по материалу... Слушайте, а мы теоретически... Теоретически... Можем тогда себе позволить даже кое-что поинтереснее сделать. Нормальный спальник, да? Но это с утра сделаем. Естественно, он будет давать больше комфорта, нежели на такой вот подстилке спать из-за веток. Пока они спят, смотрите, можно насладиться всей такой ночной атмосферой. Планета какая-то недалеко, дымка. Здесь, кстати, огромное количество погодных явлений, условий будет происходить, дожди, грозы, снег. Ну, полные циклы. Это очень здорово выглядит. Прямо... А вот и он, а вот и дождик пошел. Но мы с вами молодцы. Почему? Потому что мы с вами успели сделать крышу. То есть наши ребята имеют крышу над головой, их этот дождик никак не намочит и сон, естественно, уже не испортится. Зато гремит-то прямо, мама, не горюй, да? Прямо бахает. Главное, чтобы молния в наш дом не бахнула. Вот это будет сейчас для нас прям проблемно. Либо загорится, либо поломается. Это, конечно, не очень бы хотелось. Занимаемся строительством. Нам нужна печка. Прямо очень нужна. Параллельно я сейчас уберу крышу. И давайте-ка я разрушу вот эти лежаки. Они нам сейчас не нужны. Мы сделаем уже нормальные, такие более хорошие, более комфортные. Разбирай. Разбирается намного быстрее, чем строится, да? Ну, как правильно? Ломать не строить, поэтому... Устанавливаем новые вот здесь. Отлично. По отвлечению пока у нас только вот здесь факел, там факел. Этого достаточно. Затем, чтобы нам можно было нормально принимать пищу, поставим стол куда-нибудь. Давайте здесь прямо воткнем. И поставим дополнительно им еще стульчики. Ну, точнее как. Такие небольшие тубуреты, зато здесь они смогут нормально посидеть, покушать и... Ну, просто отдохнуть. И при даче я вот здесь еще хочу, наверное, знаете, что сделать? Поставить небольшой такой мини-склад. Он будет у нас работать только на готовую пищу. То есть, вся готовая еда будет находиться именно здесь. По следующим задачам. Добываем дальше ресурсы и будем заниматься потихоньку уже технологиями. Кто у нас с интеллектом, кстати, самым большим? Мы сейчас посмотрим. Интеллект у тебя на 3, у тебя тоже трешечка, единица и... А, ну по сути у нас эта котина будет заниматься всем вот таким вот, то что касается изучением, да? Отправляем. Мы с вами поставили, по-моему, что? А, да, мы поставили печь, а потом у нас будет идти уже дом. Точно такой же процесс у нас будет идти. Эта шкала дойдет до конца, соответственно, у нас навык появляется. Либо можно смотреть в левом верхнем углу. Та самая синяя лампочка. Вот. Это мы с вами установили. Дальше, значит, ты у нас не будешь пока делать бандаж, иди узнавай, что такое тыква. Такая вот космическая, инопланетная. Изучать. Ну, а парни пока занимаются дальше. Железом и прочими ресурсами. По еде. Значит, есть большое количество разных рецептов. Все зависит от того, что мы с вами будем добывать, изготавливать. Опять же, таки, любое блюдо мы можем изготовить из разных вариантов ингредиентов. У нас здесь есть и выпечка, и какие-то там всякие шарлотки, яичницы, и готовить хлеб. Но для нас сейчас идет база. Это надо сделать нормальную пищу как раз из тех пакетов, которые мы с вами получили. Это, самое главное, нам добавит больше уровня счастья. То есть эффект от такой пищи будет намного выше, чем от простого ее потребления. Вот. Отображается у нас в этом верхнем углу. О, точнее, в верхней полоске. Сделаем штук 30 и единоразово, да, и достаточно. У нас же всего этого хватает, да? Да, зеленый горит, соответственно, просто ждут ингредиентов и ждут нашего кулинара. Что там по изучениям у нас? Угу, потихонечку оно двигается. А он куда отправился? Нет, Джек. А, Джек отправляется. Стоп, где Джек-то? А, Джек ходит сюда все до сих пор еще, да? Но там еще есть. Есть детали, есть какие-то предметы, поэтому пускай добывают. Здесь по поводу монстров, смотрите, и всякие нечисти непонятные. Здесь есть и летающие товарищи вот такие вот. Я даже не знаю, кто это. Ну, они тут как-то называются, но полную, скажем так, уже информацию о нем можно будет узнать только после того, как мы его изучим. Но вот эти товарищи прямо очень странные. Я даже не знаю, на кого они похожи. Какие-то полураки, полукрабы, какие-то жуки с какой-то мотней непонятной там у них свисает. В общем, что-то дикое какое-то. Но с ними мы еще познакомимся. Причем очень близко. А, в смысле? Ой, смотрите, она здесь жучок. Жучок сдох. Странно, чего интересно? Вроде мы с ним не воевали. Хотя, хотя, справедливости ради, здесь вся вот эта нечисть, вся эта живность вокруг нас, она недружелюбна по отношению друг к другу. Предположим, хищники могут нападать на травоядных, хищники могут нападать на других хищников. То есть, они между собой тоже взаимодействуют, они между собой тоже воюют и пытаются доказать, кто из них круче, кто сильнее, кто из них охотник, а кто из них добыча. Поэтому, за этим тоже можно будет понаблюдать. Тем более, нам с вами повезло. Карта такая достаточно открытая сгенерировалась. Здесь каждый раз новые локации, поэтому игра никогда не будет одинаковая. Все зависит от местности, которую вам игра подкинет. Ну вот, нам в этот раз, видите, повезло. Достаточно такая открытая территория. Ну, будет комфортно строиться. Единственное, что за какими-то такими основными ресурсами наверное придется далеко уже бегать. Но ничего страшного. А что у нас там по изучению? 47 процентов. Слушай, а ты чего у нас? А ты чего у нас? А, ей надо отдохнуть немножечко, да? Хотя, почему отдохнуть? Она решила идти... Нет, стой, родная моя красотуля, ты не то делаешь. Бандаж, конечно, важно, это, конечно, нужно и здорово, но не настолько, чтобы сейчас нам можно было этим пожертвовать ради получения новых наших предметов, да, и изучений. Вон, столики готовы, еда готова. Еда готова? Нет, еда не готова. Готовит и некому. А кто у нас готовит? У нас готовит она. Только единственное, что проблема в том, что она сейчас занимается изучением. Там буквально чуть-чуть осталось. Ну, я думаю, мы, наверное, подождем, а после этого она отправится на кухню. она безвылазно здесь сидит, но по параметрам вроде как все отлично. Даже на обед не ходил, ты посмотри. Трудоголик. Ну, ответственно отнеслась, молодец. Еще чуть-чуть, все, отлично. Это мы с вами получили. Можно теперь ставить на сбор. У нас открылась возможность выращивать это. Ну, и раз мы, а где наше поле? А, вот наше поле, да? Мы поставим тебя вот сюда. 10 на 10, как и начали строить предыдущее поле. Тем более, это будет отвечать у нас за еду. Это у нас уже за пошив, за ткань и так далее. И сел отдыхать, а кто готовить будет? Ладно, давай сделаем это вот так. Куда она пошла? А, она пошла брать еду, да? И вот как раз таки ту самую еду, она сейчас будет переготавливать, переделывать и уже готовить такие хорошие вкусняшки. Поэтому еда будет более питательная и будет давлять больше счастья. Это для нас очень важно. Что там по изучению? Ага, котина устала, да? Она решила просто немножко прогуляться. С птицами решила прогуляться? Ну, она отдыхает, да, она приходит чувствуя. Слушай, пойдем-ка это самое обратно вот сюда. Там буквально тебе еще пару процентов осталось изучить и, соответственно, отправишься уже спать и все остальное делать. Ну, Комер молодец. Поработал с Джеком и отправляются сразу же на боковую. Ну, поработал в том смысле, что, видите, они железо добывают, дерево рубят, поэтому это такой сложный труд, поэтому быстрее тратит энергию. Все, отлично. Больше ничего не изучай. У нас появилась возможность поставить печь, правда, для этого потребуется камень. Камень, я видел, у нас здесь рядышком есть. Вот этих несколько штук мы, наверное, с вами сразу поставим на добычу. Я слышу, кто-то где-то воюет или мне кажется. А, нет, они дерево долбят. Они дерево жрут? Серьезно? Такие необычные существа. Утро настало, все разбежались. Кто дальше долбить железо? Там буквально чуть-чуть еще осталось. Ибо можно добывать, наверное, с других уже этих самых объектов. но нам потребуется этого действительно очень и очень много. И передачу камень еще нам потребуется. Поела? И отправляемся на ферму. А, ты думала. Ты какой сами себя тут это в грядки не посадят. А что здесь по проценту созревания? 19% только еще. Вот знаете, нам с чем не повезло? Нам не повезло с оружием. Я как раз когда проходил обучение, может быть, поэтому и было это обучение, но из корабля вывалилось два ствола. А у нас, видите, в данной ситуации только один. Нам потребуется туда ставить на изучение еще какое-то оружие. Здесь есть возможность поставить луки, всякие копии. Ну, это, конечно, не лазерный там пистолет или какой-то плазмопистолет, да? Но явно лучше, чем просто с кулаками носиться. А, у нас здесь поле полностью готово, да? Да, проценты потихонечку начинают капать. Соответственно, потихонечку будет созревать все дело. Здесь также можно будет и нужно учитывать бонус земли, но, как я сказал ранее, главное, чтобы все было на зеленом, таком вот, на зеленой площади, тогда все будет хорошо и здорово. По строительству. Что у нас тут с вами есть еще? Ну, пока что больше ничего. Единственное, что имеет смысл, наверное, потихонечку сразу ставить какие-то уже границы нашего города, да? Это в прямом смысле будет город, поэтому называем как есть. Здесь есть несколько вариантов из железа, из веток ставить, но, соответственно, как вы понимаете, это будет все более крепкое и плотное, но у нас очень много дерева, предлагаю хотя бы как минимум первую нашу территорию ограничить и сделать с помощью такого вот забора. Допустим, мы дойдем вот досюда, там, наверное, по-любому десятка у нас поместится, да? И здесь будем как-то тебя пытаться окантовать и закрыть. Потом в любом момент мы можем с вами убрать уже забор и расширить наши владения. Но сейчас забор сужает очень много, прямо очень много. Доведем, наверное, даже тебя вот досюда, потому что мы будем дом еще строить. Вот сюда и вот сюда. Отлично. По поводу, значит, того, как и где у нас будут расположены двери. Сделаем, наверное, всего лишь четыре единицы. Здесь будет первая где-нибудь находиться, с расположенной стороны здесь будет вторая. Временно, опять же-таки, здесь еще одна и где-нибудь здесь дополнительно тоже одну установим. Все, шикарно, готово. Осталось только притащить хренэмиллион просто древесины 695 единиц. О, да, это будет прям тотальная вырубка. Это будет прям действительно тотальная вырубка. Даже, наверное, не до железа, да, будет. Сейчас мы это уберем раз и уберем два. Главное сейчас только древесина. Выбираем вот это все и рубить. О, вот эта штука очень важна для нас. Для нас на самом деле все очень нужно и важно. Котина, ты что занимаешься? Чем? А, ты продолжаешь делать бандаж, да? Там еще одна штука есть. Давайте, наверное, уберу ее, чтобы уже можно было освободить их задачи. 18 повязок есть. Во, сама правильно, молодец, поняла, что она требуется. Управляется дальше заниматься и изучениями. Это кто такой непонятный летающий хрен какой-то? Ну, а все остальные рубить и готовить, да. Конор, видите, у нас он взял древесины какое-то количество. Сейчас он ее будет идти и раскидывать. Видите, фиолетом загорается. То есть, здесь уже находится ресурс. дверцы они проходят. Они были самыми последними установленными. Сейчас он это все дело раскидает с одного бревна. Там 2-3 единицы доски требуется, да? 5 точнее. И будет идти потом и сразу же это все дело устанавливать. Я говорю устанавливать. О! Так понемножечку, потихонечку будет появляться наш город и будем как-то здесь уже быт налаживать. На самом деле очень интересно за ним наблюдать. Разрабам просто 5 плюсов. За домашку сделали классно. Хотя я такой большой поклонник и фанат чуть ли не прямого смысла этого слова таких игрушек, что если есть где надо что-то устроить, создавать, контролировать, я прямо я люблю такие вещи. Садил, отдохнул. Еда есть. у нас уже сырай, да, появляются всякие фрукты, овощи, но вот поэтому я и хочу как можно быстрее изучить дополнительно. Слушай, а мы поменяем местами. Вот так вот сделаем, а потом тебя, потому что мы сможем консервировать всякие фрукты и овощи и будет лучше и больше хранится пища. На спальне как-то лучше спится, да, чем просто на земле. Утро настало. Кто завтракать, а кто, наверное, а, все почти завтракать. Просто кто-то пошел к печи, да, уже брать готовую пищу, которая у нас как раз на стеллаже хранится, ну, а кто-то решил походу просто тыкву съесть с утра. Ну, тыквенная каша, вообще отличная штука. М-м-м, такие, да, это чернели вкусно. Поели, ну и все, и дальше работать. Кто изучать, ну, а кто строить и добывать. А вот это плохо, вот это прямо плохо. Где-то появились агрессивные животные, а именно появились какие-то жучки. Так, ну, раз у нас есть один человек с пистолетом, значит, тогда выбираем его, и будем сейчас туда потихонечку как-то контролить всю эту ситуацию. Будем их сейчас туда отбивать. Конечно, мы можем посидеть и подождать, когда они сами к нам придут, но это такое себе, да? Лучше хотя бы какую-то небольшую группу сразу же снести до того, когда они к нам придут. Радиус, правда, маленький у пистолета. Кого-нибудь видишь, нет? Джек, я на тебя надеюсь. Ага, попал. Красавчик. Давай, 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 младшинка. Осталось 12. Мы не будем пока их изучать, мы не будем их добывать, нам главное просто с активностью стрелять. где-то осталось. Ползают. Главное, что он их видит, это для меня самое важное. Красным показано, что там стрелять будет туда сложнее. Ага, вижу, наверху еще, по-моему, были, да? В кустах они бегают. Ну? Здесь, видите, он перешел в ближний бой уже. Ну, у нас есть повязки, ничего, подлечим его. Конечно, можно теоретически отводить его, он будет как-то по ним стрелять, но... Да, наверное, так будет даже лучше. Главное, чтобы перезарядка на оружии срабатывала. Набиваем его. Еще где-то три тут ползают, гадая. А, вижу, один наверху находится. Он здесь прямо около тыквы. Даже, смотри, даже так. Прямо где-то в кустах был один. А ты? Последний. Да? Где-то еще один есть. А, вон он внизу. Джек, пойдем. Не можем по нему попасть. А, отсюда. Отлично. Со всеми мы разобрались. Убираем его из-под контроля и пускай возвращается. Но он сейчас придет домой, ляжет, получил немножко урона. Мы его быстренько сейчас выходим и он будет как новенький. Вот как раз для этих задач нам потребуется забор, чтобы хоть на секунды как-то можно было их сдерживать. Хотя против жуков этот забор-то ерунда полная. Лучше, чем ничего. Вот еще для обороны есть всякие капканы, ловушки. Это приманка с мясом, чтобы какую-нибудь там живность сюда подтащить и потом ее убить и сожрать. Но пока это ставить не станем. с погодой фигня какая-то. Не повезло, вообще не повезло. Иди ложись, Джек, ты молодец. Ты сделал хорошую оборону, а вот котина у нас хил. Сейчас пойдет тебе поможет. Она занимается кстати изучениями, да? Уже 50% неплохо. Что она взяла? на бандаж взяла, по-моему, да? Угу. Сейчас будет лечить его. Да, здоровый пошел наверх, все, отлично. Слушай, а что у нас там с едой? Слушай, а у нас ее много, да, уже? На какое-то количество дней хватит. Наверное, мы пока это тормознем производство. Пускай лучше помогает все остальное делать. у него загорелся зеленый плюсик, значит он поправится. Зато в это время Конор что-то сожрал в лесу и проблевался прямо там. Ого, Конор, Конор, господи ты, боже мой. Так, да, где-то 12 часов еще осталось и будет дом изучен. Уже проголодался, ну и естественно. Есть вероятность того, что, ну у нее просто, видите, у Катина упал очень сильный уровень счастья из-за работы. Есть вероятность того, что она сейчас слегка охренеет, задуреет и начнет все крушить, ломать. Ну опять же, как в игры такого жанра. В общем, лучше такого не допускать. я думал бы помогать. Он просто постоял около забора и ушел. Я тебя понял. прилетели. Пожиратели дерева, а? Дятлы, блин. А что у нас тут? Ааа, у нас еще нет возможности, да? Угу. Сейчас немножко она отдохнет и мы ее попросим, знаете, что сделать? Камни добыть. Ааа, потому что теперь мы сможем поставить такую вот печь и заниматься там уже переплавкой железа. Ну, поставим где-нибудь вот с этой стороны. Время обеда. Все решили перекусить немного. Правильно. Кто-то перекусил и после этого еще и проблевался. Боже, бедный Конор. Не пошло что-то ему. Всех на рубку древесины отправил. Ну, почти всех, кроме котин. Она занимается изучением. Там еще немножечко осталось и у нас будет возможно ставить дома. Ты не знаешь чем себя занять? Я знаю. Сейчас, секунду. Тут такая штука есть. Вон она растет. Надо исследовать. Это кукуруза. У нас как раз пачаточки уже есть. Она их изучит и исследует. Потом мы сможем заниматься посадками. Будем у себя выращивать. О, у нас и дома появились. Здесь полный спектр всех возможностей. Полностью можно самим изготавливать. Стены, полы, крыши, либо брать уже готовые. Естественно, это не мой вариант. Я буду строить вручную, только не в этой серии. Почему? Потому что сначала надо забор доделать. А уже если захотите, то естественно во второй серии, которая надеюсь, что выйдет. Поэтому там уже будем создавать, крафтить и будем потихонечку уже из таких вот железных наших ангаров и блоков переезжать в нормальный полноценный дом. У нас еще появилась дополнительная возможность обогрева. Это всякие печки, это ну, типа вентиляции и в передачу самое важное это камин. заниматься строительством. На один уровень у него поднялся навык. Теперь у нас есть возможность сделать заготовки, но для этого потребуются бочки. Тут два варианта, либо бочки из дерева опять же, либо из железа. Ну, будем пока ставить наверное из дерева, это очень классно, круто будет выглядеть. Сделаем их с этой стороны. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так по углам их раскидаем. А сколько требуется дерева? 25 единиц. Нормально. А дальше у нас будет идти лук. Вот то, что нужно. Давайте наверное также еще наперед подумаем, также выберем что поставить. Наверное изготовление и пошив одежды сделаем, и как раз таки можно будет сделать громоотвод. Эх, я думал она успеет изучить, не получится. А хотя слушайте, а почему нет? А давай-ка вернемся. Там же действительно буквально чуть-чуть осталось. О, боже. Как-то она странно походу решила это все дело изучить, да? Ела что ли? Хотя странно. Давай, ну, не уходи. Давай, 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 чуть-чуть осталось. Шикарно. Значит, теперь мы это можем потом собирать, и самое главное, теперь мы можем это у себя уже сажать. Значит, выбираем тебя, и будешь у нас находиться где? А прямо вот здесь, наверное. Отсюда мы тебя также возьмем на 10 слотов. Да, тут земля немножечко не подходит, но ничего страшного. пару процентов по скорости мы потеряем. Джек бегает все к камню и колотит. Пошли девчонки собирать уже кукурузу. Главное не забудь собрать. Ну, там уже зерна сами упали, да? кстати, забор почти готов. Осталось потом сделать калитки эти и все. Кстати, ну-ка, что надо здесь по изготовлению? А, у нас только вариант плавить металл, да? Скраб металл. Наверное, не буду пока его тратить. Хотя, хотя, немного теоретически то можно закинуть. Сделаем штучек 20. все равно еще ракеты есть и есть что разбирать. сейчас еще бочки начнем делать. А, дерева не хватает, да? Слышь, какие-то звуки, какого-то кто-то дерется. а, вот эти, вот эти товарищи гоняют друг друга, вы посмотрите. А, да, она его заклевала, кровоточит, даже не знаю кто это. Эти жрут, это тоже кровоточит, но пока замес кончился, хотя, смотри, он к нему возвращается потихонечку. Сейчас посмотрим, вернется или нет? Смотри, какой смелый, а! был просто просто неудачник. А, нифига себе, вот это жесть, вот это жесть. Сонаристы своего пацаны-то накинулись, просто жесть. Напоминает вот этих маленьких этих рексов, или как там их зовут-то, как сумасшедшие эти самые гиены носятся. Ну, они сейчас заклюют его, да, там уже все, у него кукумба потекла совсем, видите, звездочки над головой, башка вся заклеванная. Он даже ничего сделать уже не может. Так как мы не изучили это животное, поэтому мы не можем понять, что он себя представляет и что там по состоянию здоровья примерно хотя бы. Зато я могу его потом добыть на место. Наверное, даже не потом, а сразу. Джек, а давай-ка ты вот сюда сбегаешь. О, вот так вот. У нас в как раз появилась возможность, где можно будет сушить шкуру, поставим вот сюда. Да. Мясо 49 единиц и кожа 29. Единственное, у нас еще сушилка не готова, поэтому Джек это просто где-то скинет на землю, либо на стеллажи положит. ох, жестко тебя проблевало-то. А что случилось-то? Отравилось походу, да? Готово. Первая бочка. Значит, по поводу изготовления. сразу будем делать бесконечное количество раз. Всякие овощи, фрукты будут закидываться и типа консервироваться. Псевдокомпот тоже касается этой бочки. Во. И сушилочка у нас тоже на подходе. У нас кто-то должен был мясо забрать? А, у нас Эмили забрала мясо и сейчас будет раскидывать. и шкура сразу пошла. Все здесь готовится и делается вот в одном месте. А что у нас с забором? Полностью готов, осталось только двери сделать, да? И изучение идет уже полным ходом. Сколько там процентов осталось? А, 26 уже сделано. Это как раз у нас будет новый стол по производству одежды. Так, после этого мы, наверное, сделаем антибиотики. Все, последняя калитка и у нас забор полностью готов. Какая-никакая, но все-таки защита уже есть. Шикарно. И с бочками мы тоже разобрались. Ставим производство бесконечное вот сюда. Дальше то же самое. Здесь по поводу того, что будет использоваться, видите, здесь и ягоды, и какие-то корни, и тыквы, и грибы, все будет забрасываться для того, чтобы производить вот такие вот консервы. И некоторые, кстати, уже забросили. Процесс пошел. 16 процентов. А здесь 14. Ой, агрессивные твари где-то появились, да? Жучки. Дружище, тебе придется походу проснуться. Сейчас также его вручную сюда отведем. И будем надеяться, что он сможет нормально всех отстрелить. Потихонечку. Главное, как только они будут попадать в радиус, будем останавливаться. О, пошел. Давай. Первый. Но, зараза, ты смотри, не получается. Отходим. Пока главная основная толпа не накинулась. Вверх, видите, ему тяжело стрелять. Давай, 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 добиваем этого. Последнего остался. И там еще несколько штук. Вот здесь остановись. Отлично. Попал. Нам надо будет какое-то оружие срочно сделать еще. Хотя бы луки какие-нибудь. По оружию оно портится. Хотя еще надолго нам его хватит. заодно и комбат навыки будет подниматься. Давай, 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 давай. Еще трое. Здесь, походу, он в рукопашку уже ломанется. Одного зарезал и последнего. Ну, красавчик. А где еще один есть? А, вот тут он сидит. Типа босс-жук, да? Попадешь? Промазал. Ну, отлично, красавчик. Все, отдыхаем. Точнее, как отдыхаем? Он сейчас возвращаться будет домой и лечиться. Ну, а я, наверное, так как раз-таки с вами на этом моменте и попрощаюсь. Надеюсь, увидимся в следующей серии. Поставим новые верстаки. У нас уже пойдет изготовление и оружия, и прочих вещей. Кстати, стоп. Оружие у нас уже появилось. Да, можно сделать себе несколько луков. У нас копия маленький урон, быстрая атака, средняя атака, средний урон и медленная атака, но большой урон. Ну, мы лучше, наверное, сделаем луки в количестве аж целых трех штук. Наверное, даже четыре сделаем, пускай про запас будет. У нас все ткани и материалы имеются. Ну, и да, самое главное, пишите в комментариях, как вам игра. Если понравилось, то мы продолжаем. В следующей серии начнем строить уже дом. Где-нибудь здесь какой-нибудь гигантский, большой, классный и крутой. Сделаем комнаты, будем дальше раскачивать оборону, изучать, ну, и просто наслаждаться данным проектом. Всех вас люблю, обнял-поднял, до новых встреч, всем пока.